физкульт привет друзья сегодня я расскажу вам о четырех самых лучших самых эффективных упражнения для натурального атлета и не только которые помогут вам прогрессировать как в массе так и в силе конечно же вы все знаете уже хорошо по моим видео и статьям что первое на что мы обращаем внимание всегда с первых шагов как мы посещаем тренировки это становая тяга а конкретнее это мышцы спины по одной простой причине что только спина определяет силу всех остальных мышц нашего организма чем сильнее наша спина тем больший результат мы можем показать в приседаниях при правильной и грамотной техники поэтому я настоятельно всегда всем рекомендую начинать строить свою базу фундамент своей силы со спины и конкретно со становых тяг это скажется сторицей на вашем последующем прогрессе на ваших успехах и не только становой тяги а повторюсь конкретно на всех мышечных группах именно становая тяга это то упражнение которое является определяющим насколько сильным вы будете насколько большим вы будете и насколько мощным вы будете несмотря на то что у нас есть еще приседания только становая тяга показатель истинной силы потому что включает в работу естественным путем естественным образом все мышечные группы все мышечные волокна начиная от носков ступней заканчивая макушкой нашей головы если там конечно есть мышцы приседания конечно также эффективны но становая тяга все же эффективнее приседаний по простой причине того что становая тяга все равно являются определяющим и для приседаний вы знаете уже из предыдущих моих видео что становая тяга кто много тянет тот всегда много приседает но не всегда тот кто много приседает много тянет и обратной зависимости нет но зависимость прямая становая тяга и все что с этим связано все что связано с нашими мышцами с нашим телом с нашей силой с нашим здоровьем если вы будете делать идеально становую тягу как и любое другое упражнение никогда вам не грозит никакая травма следите за техникой но сегодня разговор не об этом следите за питанием и конечно же за восстановлением вторым по эффективности упражнением для всего тела для роста мышц для роста силы являются приседания я думаю никто с этим не поспорит приседания наряду со становой тягой является вторым упражнением в котором работают все мышечные группы и пусть не таким может быть если брать по шкале сто процентов стопроцентным упражнением но все равно в при приседах неважно чувствуете вы это или нет работает большинство мышечных групп конечно же обязательно тоже грамотная техника хороший тренировочный напарник это очень важно в грамотных продвинутых тренировках напарник который будет вам помогать который будет знать и чувствовать вас а вы его тоже большой показатель прогресса приседания определяющие для роста мышц ног ягодиц это очень важно для соревнующихся атлетов и незаменимо для девушек пробуйте делать приседания на различные на различное количество повторений на одной тренировки от 3 до 5 на другой тренировки от 8 до 12 на следующей тренировки до 20 повторений а иногда редко раз в полгода девчонки могут делать это чаще можно и нужно приседать собственным весом на 30 повторений и больше и чем глубже вы будете приседать тем сильнее девчонки будут работать ваши ягодицы никакое другое упражнение так не влияет на рост ягодичных мышц хочу сказать следующее что не становая тяга не приседания не способствует тому чтобы увеличивалась ваша талия и вы видите что я никогда не пользуюсь тяжелоатлетическим поясом и если вы не опускаетесь в своих тренировках ниже чем на три повторения я не рекомендую это делать и вам для парней если вы не приседаете где-то 220-230 килограмм раз на 10 беспокоиться о том что ваша талия увеличится не стоит у девчонок показатели поменьше но тоже мало кто из вас приседает с такими весами которые способны реально увеличить вашу талию но не забывайте что и становая тяга и приседания выполняемые без тяжелоатлетического пояса это лучшие упражнения для талии лучше упражнения для мышц поясницы и абдоминальных мышц то есть мышц пресса если вы будете делать вакуум по утрам и скручивание до жжения без дополнительного отягощения то сколько бы тяжело вы не приседали какие бы тяжелые становые тяги вы не делали ваша талия будет только уменьшаться увеличивается наша талия только от обжорства если мы с вами глупы настолько что не следим за своим питанием едим пихаем себя все что угодно то и не нужно сваливать все на тяжелые приседания и становые тяги попробуйте поприседайте тяжело делайте становые тяги вы сами просто убедитесь насколько эффективны два эти упражнения только два эти упражнения способны расти общую мышечную массу мышечную силу ничто больше на это не способна поэтому всем рекомендую делать технические грамотные становые тяги и приседания помимо всего прочего это два лучших упражнения для выброса в кровь гормонов а все кто тренируется натурально это для них первостепенное значение и еще хочу подчеркнуть что становая тяга стоит еще первым пунктом только потому что все свои тренировки нужно начинать строить базу именно от силы спины приседать тоже начинаем одновременно с выполнением становой тяги но веса и все усилия мы сначала направляем и бросаем на становую тягу только потом когда окрепнут наши мышцы спины кстати и ноги прекрасно работают в становой тяги мы будем включать и работу для того чтобы увеличивать показатели в приседаниях по крайней мере если мы с вами пытаемся грамотно подойти к процессу тренинга и первые два года мы строим только базу и силу не думая о периодизации конечно же по достижению определенных силовых показателей а вы знаете о них я уже писал не раз и говорил не раз мы с вами можем переходить на тренинг по принципу периодизации основанный на различном типе мышечных волокон и я всем это настоятельно рекомендую делать ибо когда я включил в свои тренировки периодизацию я забыл о том что такое перетренированность и даже не используя стероиды после 25 лет тренинга я прекрасно прогрессирую как в массе так и в силе что самое главное и выносливости не забывайте что тренировка выносливости это тренировка мышц но не тренировка сердца кто этого не знает тот просто сейчас не образован и глуп тренируясь по любому принципу вы будете скорее всего вернее ваше сердце будет подстраиваться под вас сердце это идеальный орган от рождения и если бы это было не так то все бы мы давно вымерли и спортсмены бы вымерли потому что мало кто и редко особенно раньше выполнял специальную тренировку для сердца но не забывайте о том а лучше послушайте профессора силуянова что только 23 по моему всего есть вида спорта где необходимо специальная тренировка для сердца если вы занимаетесь тяжелой атлетикой если вы занимаетесь единоборствами вам не нужна специальная тренировка на сердце но включая в наши тренировки упражнения на увеличение митохондрии в наших мышцах мы увеличиваем свою выносливость на порядок и поверьте я знаю о чем говорю я не раз уже говорил что раньше я занимался футболом учился в спецклассе по футболу с первых шагов в школе у нас были тренировки утром у нас были тренировки после школы у меня была очень слабая выносливость на дальние дистанции я бегал последним среди девчонок но я бегал самый быстрый был на короткие дистанции так вот сколько бы меня не мучил тренер больше 10 лет ни на грамм не увеличилась моя выносливость но когда сейчас я изучил работы профессора силуянова а сейчас я уже шесть лет играю в хоккей вратарем моя выносливость поднялась просто невероятно и все только от того что я включил специальный тренинг на специальные мышечные волокна в свою тренировочную программу в свою периодизацию и это сильно сказалось если раньше я уставал уже от 15-20 минут находясь на льду на коньках то сейчас я способен выдержать две игры подряд вернемся к нашей теме и приседы и становая тяга вы уже поняли являются двумя ключами к росту нашей массы и нашей силы и не важно употребляете вы стероиды или нет но если вы стероиды не употребляете это для вас на порядок важнее потому что по другому просто быть не может не можем мы с вами становиться больше не став сильнее об этом я уже снял не одно видео и рассказывал статьях сейчас скажу только одно чтобы вы поняли центральная нервная система иннервирует наши мышцы для того чтобы они сокращались если центральная нервная система не относится к серьезно к тому стрессу который вы ей даете то она включает минимальное количество мышечных волокон за счет того что малое количество нервов посылают импульсы на сокращение а вот теперь представьте какое количество нервных волокон включается посылая сигналы на наши мышечные волокна и сколько мышечных волокон включается от становых тяги от приседаний и сколько встречается от разгибаний ног либо подъемов штанги на бицепс задумайтесь об этом переходим к третьему упражнению и это подтягивание подтягивание единственное упражнение которое делает вас широким подтягивание это единственное упражнение которое приобретает дает нашему телу возможность приобрести v-образную форму увеличивая наши широчайшие мышцы как капюшон кобры и помимо всего увеличивает и плечи да невозможно иметь большие визуально широкие плечи без широкой спины но я думаю тоже понимает каждый мало кто знает что самые большие руки у тех кто много и тяжело подтягивается подтягивается различными способами параллельным хватом хватом к себе но для рук это неважно для спины конечно имеет значение как вы подтягиваетесь но имеет значение то подтягиваетесь ли вы или нет и если вы не подтягиваетесь то забудьте о по-настоящему мощной широкой спине и никакой блок это не заменит точно так же как нельзя заменить становую тягу и приседания никакой блок не заменит подтягивания запомните это четвертое упражнение и многих это удивит это не жим лежа это отжимание от брусьев до отжимание от брусьев лучше чем жим лежа как в плане роста мышечной массы так и в плане роста силой помимо всего прочего отжимание от брусьев единственное упражнение которое прорабатывает грудную мышцу сверху донизу никакие жимы лежа особенно наклонные жимы лежа как думают многие не подчеркнут так низ грудных и не придадут им такую массу а такой объем как отжимание от брусьев причем отжимание от брусьев включает в работу весь плечевой пояс при грамотной технике вы сможете прокачивать грудные сможете прокачивать трицепсы идеально и не забывайте что отжимание от брусьев точно так же как подтягивания являются двумя лучшими упражнениями именно по той простой причине что вы работаете с собственным весом а наше тело имеет какой-то свой внутренний взгляд внутреннее око и когда вы работаете с собственным весом прогресс идет невероятными шагами вы не сможете также спрогрессировать работая с гантелями со штангой это сложно объяснить возможно еще потому что когда мы бегали и прыгали по деревьям это было определяющим мы не поднимали штанги не поднимали гири и гантели но это факт спросите любого опытного атлета и он вам подтвердит что тот прогресс который дает работа с собственным весом не имеет ничего общего с прогрессом с отягощениями имейте это в виду так что запомните пока вы не дойдете до определенных показателей в подтягиваниях и в отжиманиях от брусьев к жиму лежа не стоит даже и подходить разве что только для отрабатывания техники все это вы могли прочитать моих статьях которые называются ступени и они с первых шагов ведут вас по грамотному миру железного спорта по грамотному тренингу советую всем ознакомиться с этим так что друзья тянем приседаем подтягиваемся и конечно же отжимаемся от брусьев будет тогда вам полное счастье как тренировки на массу точно тренировки и на силу лучше всего скомпоновать эти два движения приседания с отжиманиями от брусьев а выполнять становые тяги с подтягиваниями в один день если у вас какие-то проблемы с набором массы попробуйте тренироваться так месяца три полностью исключив другие упражнения другие тренировки становиться сильнее в каждом упражнении и в приседе и в брусьях и в становой и в подтягиваниях вы сами будете удивлены как попрет у вас и масса и сила и в первую очередь конечно же думайте о силе для нас для натуралов за силой придет масса чередуйте если вы не новичок два типа нагрузки на одной тренировке делаем пять шесть повторений минимум три на другой тренировке делаем 8 12 повторений максимум 15 и так от неделя к неделе за три месяца вы просто будете поражены прогрессу но что самое главное отказавшись на время отжима лежа и вернувшись к нему выполняя тяжелые отжимания от брусьев вас жим увеличится в разы следи за техникой и будешь всегда здоров и силен это основа залог база долгих грамотных тренировок это канал хэви метал джин специально для вас если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы пишите их комментариях я на все отвечаю а с вами ребята мы увидимся в тренажерном зале всем пока